Супер-мега-гиперэпичная ММО-РПГ. Призывай разнообразных персонажей. Комбинируй героев, у каждого свои роли и стили боя. Применяй свои тактические навыки и собери отряд мечты. Переходи от уровня к уровню и выбивай лут из врагов. Отправляй отряд в крестовые походы и сражайся с боссами. Качайся, даже когда ты офлайн. Подними мощь своего отряда до небес. Переходи по ссылке в описании. Данген Мастер. Я решил потесить одну из колод Декстера. Это Дезратл ДХ, но немножко фановая версия. Чем она меня, собственно, и привлекла. Потому что здесь есть Энзот, здесь есть Феникс. И еще всякие такие микрокомбинации, которые очень вкусно, собственно, вместе работают. То есть вот этими кабанами, которые... Ну, вы знаете, этот Дезратл вот этот вот ДХ, он все время построен там на этих кабанах, которые друг друга там вытаскивают. Здесь немножко видоизмененная колода. Плюс здесь есть Демоны 8-8, которые такие типа а-ля финишеры, да? И плюс, когда ты играешь Энзота, ну, например, там одного 8-8 убили, ты второго призываешь. Потом там, если их расконтролили, то ты третьего призываешь. Короче, все это вместе неплохо синергирует. То есть у тебя такой вин-кондишен. Если там стол законтролили, у тебя есть выход, так сказать, в лейт. То есть у тебя есть карта, которая опять воскресит у тебя пол стола. И ты будешь опять себя неплохо чувствовать. В целом, Дэчка интересная, вот этот Дезратл ДХ. Но, конечно, нельзя сказать, что это какая-то суперкрутая сборка и не контрится. Есть сейчас ДХ посильнее. Но, в принципе, для того, чтобы играть в ладер, сейчас вообще типа... Ну, ничего не надо. Ладер суперубитый. И можно играть, в принципе, на чем угодно. Берешь там паладина, на нем 11 разных сборок, которые все работают. И у всех там по 70% винрейта. Поэтому, ну, такое. С одной стороны, не хочется играть ладер. С другой стороны, ну, есть вот такие какие-то небольшие интересные колоды. Которые, в принципе, что-то могут из себя показывать. Поэтому мы сегодня, собственно, и попробуем. Подписывайтесь, ребята, на канал. Ставьте лайк. Вот там, не знаю, делитесь этим видосом, если вам нравится. А если не нравится, то, как бы, делитесь. В общем, показали нам. Наконец-то заанонсили мини-сет в Хардстоуне. Скоро он должен уже, как бы, выйти. Уже показали парочку карт таких, знаете, прям неплохих. Там какого-то мурлока показали за 7 маны 4.4. Который там что-то съедает существо из руки противника. И получает характеристики этого существа. Ну, это вообще какая-то жесть. Ну, не знаю, как на самом деле в стандарте. Но для какого-нибудь вольного карта выглядит реально неплохо. То есть это очередной некий билетикус, который будет ломать, может быть, каких-то богов у чела в руке. Ну, типа, если он играет на какой-то биг-колоде или там какая-то комба. То есть там можно это все поломать. Причем он нейтральный. Его можно в любую колоду засунуть. Даже, я думаю, можно тому же гулдану засунуть. В принципе, интересно. Ну, как я понял, мини-сет там все карты, они настроены на то, чтобы развивать тему с природами. Да, то есть там дали магу какую-то карту. Там, если ты берешь, ты добираешь карту. Если это природа, ну там, точнее не природа, а лед. То ты там, по-моему, то ли элементаля призываешь, то ли что-то такое. В общем, на всем, на вот этом вот построено. То есть ты ставишь карту, добираешь карту. Если это карта вот с этим эффектом, типа, природы льда, там, огня и так далее. То ты еще что-то получаешь за это. На самом деле прикольно, что Близзы начали это развивать. Иначе, типа, зачем было вводить эту всю механику. И если это дальше будет развиваться, это только круто. Потому что такое вот деление как-то, ну не знаю, мне кажется, интересным. Это что за гулдан с великанами? Кстати, не понял. Механические просто великаны, что? Ну ладно, я неплохо добрал, собственно, восьмерки. И мы неплохо так дамажим лицо ему. Считай, на 16 дэмэджа просто прошлись в лицо. Ну, а не 16, ну да, 16. Плюс 3-3. 3-3 даст нам энзота. И можно будет еще дальше прессовать и прессовать и прессовать. Колода, в принципе, реально круто вот так вот себя показывает за счет вот этих вот... Ну, типа вот Феникс, да, он элементаль. То есть ты в любом случае произовешь элементаля. Плюс там есть зверь. Плюс тут вроде бы еще и мех был какой-то. То есть в деке все сделано так, чтобы вроде бы и предсмертные хрипы у тебя один из вин кондишенов. И энзот еще, да, то есть ты бам восстановил. И плюс демоны, которые неплохо так дамажат в лицо. В принципе, это работает. Надо как-то, блин, не знаю, 3-2 этого убивать или не убивать, я думаю, что особо... Ладно, за контролем. Возможно, кстати, Гул'дан через этот вот... Вот этого демона... Я видел просто на Хардбауне деку, которая строится чисто на... Ну, демоне, который призывает ваших убитых демонов. Там есть целая такая дечка забавная. Я тоже хотел ее позаписывать, но что-то так руки не дошли. Единственное, наверное, большая проблема — это добор. Ну, вроде как есть, да, череп Гул'дана, который как бы тебе там добирает. Или вот раскопки за одну ману можно там раскопать какой-нибудь изгой, да, который там две карты добирает. В принципе, балансно по всему. Единственное, наверное, нет каких-то сильных контурспылов. Тут, ну, по факту нет контурспылов вообще. То есть ты все играешь через стол, у тебя есть оружие, которое, ну, типа, да, там, трейдится с... Ну, кого ты ударишь, туда пойдут твои существа биться. Плюс у тебя есть карта 2-4 легендарка, которая дает им неуязвимость. И как бы за счет этого ты должен вывозить. Как бы да, но как бы нет. Поэтому, ну, иногда не хватает чего-то такого. Но, блин, с другой стороны, ДХ все равно может вот так позволить себе темпить и выставлять вот таких вот всяких мерзких существ. Плюс эти Дезратлы умирают, призывают другие Дезратлы. Поэтому как-то это может работать. Я, кстати, не знаю, был ли у меня сейчас летал. Ну, нет, там 8 демон наносит. Да, Демона наносит 8, плюс Абелка... Ну, 10 урона я могу как-то накастовать на 10 мане, но не больше. Демоны вообще, конечно, лютые. Вот эти вот 8-8. Уф. Настолько сильные они. Просто забей. Я еще хочу попробовать... Есть забавная колода... Есть забавная колода Преста, которую тоже играют там через Кровь Гуна, вот эту вот. Плюс там тоже используется Феникс, используется Волк. То есть это тоже все под Энзота. Да, как бы жрецу убрали вот эти вот резуректы, да, всякие. Но зато есть Энзотик теперь, который может тоже как-то неплохо с этим синергировать. Так, как тут сделать? А, подожди, я мог по-другому сходить, да. Я мог, типа, удариться, получил бы меньшую... А, ну я все равно, типа, неуязвим, поэтому... Череп Гулдана, 11 карт. Не очень хочется, потому что можно и в Фатик улететь. С другой стороны, если там Билетикус, то можно было уже, как бы, добирать эту руку, чтобы... Больше, так сказать, он мне ничего не спалил. Но не факт, что он там есть, потому что тут какие-то мехи 8-8. Тоже достаточно странная колода. Ну и еще прикольно то, что Дека спамит стол, да, то есть вот тот же Чернокнижник, он... Ну, нет таких вот hard removal, да, заклинаний. Только у Чернокнижника там осталась, там, не знаю, пристачуа семерка, которая там еще должно повезти, чтобы ты разменялся Малегас. What? Ладно, это он, типа, чтобы добрать что? Типа, чтобы добирать фрагменты души и похилиться, или... В чем задумка Малегаса? Нет, типа, прикольно, ты там всю колоду перебираешь. Как-то странно. Но в целом это должно работать. Как раз таки, если ты много душ закопал, то можно неплохо так добрать. Хм. Любопытно. Ну ладно, посмотрим, что они там за Дека, до сих пор не понимаю. Вроде можно сыграть... Через как-то через натик. Но я хочу пойти в лицо, в том смысле, что... У меня есть 10 урона с Инзота, да, то есть... Поэтому как-то супер тот сейвится, я не знаю. Ну, типа, можно было 4-12, да, там растрейдить. Ясно, он опять похилился. Но так как он ничего не сыграл... Но он сыграл, типа, Малегаса, и у него сейчас куча заклинаний в руке. Скорее всего, там будет какие-нибудь минус 2, минус 3, еще что-нибудь. Короче, интересная колода. Ну, не знаю, я жду мини-сет, там... Я думаю, некоторые архетипы, возможно, по-новому заиграют. Там, опять же, маг, который на льде, на льду, на льде. Мне, в принципе, нравится, но он станет еще сильнее, можно будет что-то придумать. Там, вроде, друиды тоже неплохую карту добавили, которая там тоже с этой природой работает. В общем, что-то придумать можно будет, похищение души. Я просто не знаю, влезет ли мне все на стол. Вот в чем проблема с этим инзотом. Это такая проблемка небольшая. А, каскад. Ну, кстати, каскад не лучший. Там 2-4 остался в живых. Окей, у меня есть 3 урона. Но мне все равно не хватает. О, семерка. Тоже один из вин-кондишенов. То есть, ты вот, бам, наспамил стол. Чел, скорее всего, отдаст сейчас круговерть. Сейчас попробуем, наверное, расконтролить. У нас, типа, неуязвимость, там все дела. На 2-4 надо было походить, конечно, в лицо. Он же сам себе не дает неуязвимость. Я что-то забыл про это. Трэнс-хп. Ну, окей, он дает круговерть. У меня 4-3 призовется, да? 4-3 с Настиском призовется. И, в принципе, у меня вроде как летал. 4-5. А, нет, не летал, да? Там 10. Ванов у меня. Классно. Классно, 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 классно. А, нет, не ванов, подожди, у меня летал. У меня ровно. А, нет, не ровно. Какой ровно? Какой ванов? Там 2 офф. Что-то я вообще потерялся в подсчетах. Но, в любом случае, если он сейчас играет круговерть, у него остается, типа, 2 маны. Может быть, ну, конечно... Ну, тапнуться он не может, чтобы добрать душу, да, какую-нибудь там. То есть, ему будет сложно. У меня есть пушка и обилка. То есть, в любом случае, я стаплю летал. Единственный его аут, это может быть... Круговерть плюс двойка, которая на 3 урона, да? И там хилит на 3. Вот тогда у меня проблемы. Но он вроде как одну играл, а может быть даже и две. Это не факт, что у него вообще две круговерти. Потому что у него такая какая-то своеобразная сборочка. Каскад, но это все. Это ни к чему не приведет. Плюс сифон. Ну, просто переспамили. Прикольно. Что ж, продолжаем. Пушка на добор пойдет. Хоряк за 3 есть. Правда, под него нет никаких дропов. Но я думаю, мы успеем добрать что-нибудь. В идеале это 3-3, который спамит два таунта. Конечно, подбор в Хардстоуне радует с каждым днем. Тупо играешь на Легенде. Это, правда, 24 лет от 1000, но тем не менее. То есть играешь, и тебе постоянно дают телека 2-3 ранга. Просто добрый вечер. И причем там самые мерзкие игроки. То есть вот эти ребята, которые в конце месяца не могут добить легенду. И они вот готовы играть на самой грязи. Просто на самой грязюке. Поэтому такое. Но все, как говорится, средства хороши. Я сам брал на этом паладине с раном. Который, конечно, ну я не знаю, когда близзы уже додумаются что-то ему там сделать. Не знаю, может быть метод чуть-чуть поменяется с выходом мини-сайта. Но там, конечно, немного карт. Но там есть всякие прикольные картишки. Тут я еще пока записывал, показали там анаконду. Вот эту вот. Друидовскую анаконду, которая там природу делает дешевле. Тоже звучит прикольно. Хоть и дорого. Не знаю, может быть запилю обзорчик небольшой на все карты, которые там добавят. Хотя не знаю, может и не буду. Посмотрим. Не очень люблю обзоры карт. Потому что как это... Такой себе сомнительный контент. Я все жду новый режим. По-моему, я уже месяц в каждом видосе об этом говорю. Может быть уже и два месяца. Но тем не менее. Когда вы выпустите новый режим? Мне надоело ждать просто. Ну реально. Ну сколько можно? Ну у меня в принципе неплохой ход, открытый для Феникса. Почти что. Почти что неплохой ход для Феникса. Типа... А, ну да, у него 0 маны. То есть мы 3-2 сейчас затрейдим, скорее всего. Было бы в идеале топдекнуть что-нибудь хорошее. Чтобы там 3-2 его затриггерил. Но если нет, то это Феникс на пустой стол. Конечно, против фейсханта это не то, чтобы... Может ты ход закончишь, нет, там сегодня или как? Спасибо. Ну, это четверка не под этого кабана. Но тем не менее, алар полетел. Прикольная картишка, конечно, но жалко, что статы у него такие дурацкие. Чел как будто не на фейсханте играет, а я не знаю, на какой-то просто киберустановке. Ну, ты серьезно? Он одну карту потеребит, другую карту потеребит. И прям, я не знаю. Чел, ты на фейсханте играешь и... Что ты там думаешь? Эти киберспортсмены, конечно, хаесовские. Я не могу. Думал, думал. В итоге верный выстрел отдал всем 3, который сейчас возразится. Сильно. Это, конечно, сильно. Кстати, в 7-3 нельзя было походить. Он, правда, не горел зеленым, но на нем и не было надписи, что он спит. Странно, странно. Ну, короче, ладно, что, мы отдаем пока существ под Энзота. И тут не факт, что у него сейчас еще будет контроль. Мы сейчас нормально можем там 13 урона, в принципе, даже 14 внести в лицо. Ну, а можно затрейдиться под тройкой. В принципе. Можно даже сделать так, чтобы затрейдиться. Остальным в лицо пойти. Нормально, че. Ну, типа, вот так работает контроль об этой колоде. То есть ты ставишь какое-то существо, потом просто под пушкой трейдишься под 2-4. Ты, в принципе, неуязвим. Урон не получаешь. И можно нормально так размениваться. Но это тоже не всегда работает. Лютарок пробафанный. Кому будет убивать? Наверное, 2-4. Или 7-3 все-таки. Но если он 2-4 убивает, у меня 7-3 у меня, типа, летал. А, я понял. Ему надо было 7-3 убивать. Тогда он, по-моему, еще хоть жил бы. Но он решил, что 2-4 сейчас выгоднее убить. Ладно. Минуточку. Опа. Мистер подлива. Ладно. Здесь у нас хотя бы кабаны стакаются вроде как. Ну, хотя бы, да. 3-2-3-2. А потом троечка туда-сюда. Пока нормально. Нормально. Плюс у нас в изгое этот чел стоит, который за 4 маны. И он там трейдится влево-вправо. Кстати, как вам тема с тем, что если у вас одна... Ну, противник одно существо, то, как бы, чел за 4 маны 2 разобьется в это существо. Это, как вы, вроде как, в последних патчах добавили. Я считаю это полным бредом. Просто ненавижу эту механику. Потому что оно... Это как-то супер тупо и так работать не должно. Но оно так работает. Так, пошел засерк стола. Да нет, это еще и пятерка, что ли? Жееееееееесть. Нормальный ход такой. Но мы все равно почти что все контролим. Типа 3-3-4-3-4-3 контролим. Ну да, у него еще, правда, 3 останутся. Но если у него забафов нету, то, в принципе... В принципе, не супер страшно. И вроде бы мы даже ровно по столу. Нормально, да? Вот эти предсмертные хрипы достают предсмертные хрипы. В итоге вот что получилось. То есть не так уж и плохо. Плюс есть добор за 6 маны. Но главное, чтобы его не перекрыло. Но его, конечно, перекроет. Потому что инзотик... Немножечко... Блокирует эту всю прелесть. Ну и нормально. У него все равно перегрузка. Ну, конечно, топдек... Топдек печальный. Но ничего не поделаешь. Придется так сделать. Но в целом неплохо, да? В целом круто расконтролили. Я думал, это все. Это типа Габелла. Но 3-4 нормально. Двух забрал. Там еще нормально. Интересно. А что эта карта делает в Тукин Друиде? Ну ладно. Угадал, че не угадал? Угадал, да? Ну ладно. Восьмерка. Ну я просто буду шестерку играть. Потому что у меня карт нет. И сидеть, ждать. Там выкидывать восьмерку. Ну окей. Будет семерка для заспама. В принципе... Хоть что-то. Тут тоже за контролем. Потому что вставлять не хочется. Ну, семерка может жирно сейчас надровать. Там в принципе остались мурлыки. Нормально. Как раз под ману будет. Будет круто. Мурлыки с натисками. Поэтому можно будет просто разменяться. Опять пятерка. Жесть. Конечно сложно. Ты втираешь мне какую-то дичь. Нормально. Два натиска. Это вообще пушка. Плюс оружие. Можно кого-то законтролить. И таунтики тоже есть. Две пятерки он отдал. Ну то есть у него уже супер все плохо. Да. Он наигрався. Как тут быть? Я даже 3-1 наверное затрейжу. Вот дальше рука такая себе. Жрец. Неожиданно выбрыгнул жрец. И что-то хочет мне тут показать. Попробуем что-то ему тоже показать. Но не знаю. Хочу реально на жреце с кровью гуна поиграть. Но пока так. Понятно. Смайтик залетает. Но тут один кабан другого призывает. Поэтому. Понемногу продолжаем темпить. 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 Даже не знаю. Стоит ли. Стоит ли играть там просто так Мурлоком. И Б просто. Единичку сыграть что-то раскопать. О. Четверка кстати. Которая предсмертные хрипы добирает. Тройка тоже интересно. Но нет. Нет. Берем четверку. Окей. Окей. Ну типа это все под кабана 3.3. Поэтому нормально. Кабанчики друг за друга. Я уже как-то снимал это. Но это был шаблон. Да. Это был. Дыхана предсмертных хрипах. Но шаблоновская версия. Тут ее более-менее допилили. Но мне в основном нравится только то, что тут используется феникс. И не зод. То есть ты можешь там воскрешать этого феникса несколько раз. Вот это самое прикольное. Остальное тут как бы. Ну достаточно обычная. Типичная такая сборка. Ну и темп сохраняется. В принципе, разменялись. Зато темп оставили. И все пока стол растет. Истерия? Ну ладно. Истерия не факт, что выгодно разменяется. Всем, конечно, может в 4.4 кинуть. Если разменяет 3.3, потом в 4.3 будет неприятно. Но в целом... Ааа. Это самурч еще и под бафом, да? Вот это больно. Плюс он отхилит уже 8 дамэджу, которые я ему внес. Илатом знатненько. Можно как-то через тройку сыграть Типа бессмертную Ну или сделать Не знаю, или сделать так, чтобы Сыграть Короче, я не буду тратить Я понимаю, что я мог кинуть Типа 3-1 В маскировке, плюс поставить четверку И он бы ее забрал, но я почему-то не хочу Еще так делать Ну в яд, но он типа Неуязвим, яд же не сработает По идее, правильно Пока все равно, вроде бы как у меня стол был Я как-то там дамажил Он все это восстановил, и конечно тяжко Даже так, ой, тут семерка приходит Но тут когда пришла семерка, то ее Не играть это прям грех Поэтому, о, даже могу наверное Надо менять как-то Хотя, я так теряю 3-6 А так бы я мог потерять только 3-3 Правильно? Я мог без пушки, по-моему, разменяться Семерка Ну ты убиваешь только одну карту Ну ладно, получаешь себе Хил плюс добор Не знаю, стоило ли оно того Но я сейчас могу разменяться В принципе под своей тройкой Ну пойдет Окончено, окончено, прикончено Ну ему теперь нужно как-то законтролить стол А контролит стол Ну нужно конечно демона еще сыграть Нужно демона обязательно сыграть Одного, чтобы он потом воскресился Через инзота И в принципе уже Должно как-то у него лицо заканчиваться Понятно, что у него еще будут Какие-то ауешки Типа там, может быть даже Зола какая-нибудь Ой, зола, говорю Зерелла Пока это просто смайт Хмм Ну да И это тоже еще ауешка Едите, он там просто отдает кучу карт Ага Все-таки переконтролил все на свете А, 3-2 неуязвим Ха-ха Забавно получилось А почему, кстати, он так сработал? По идее же это ход противника И он все равно дает неуязвимость вашим картам? Что-то я не понял ШВДшка Да я опять пойду в лицо А, блин, не пойду Не, ну как, пойду Ну а он все равно там на 8 похилится Неприятно И вроде бы как стоит Законтролить там это вот 2-2 Но Идем максимально в лицо То есть, окей Он трейдится с 8-2 Не факт, что он будет хилить лицо Потому что, типа, ну все Два вот этих взрывных урона вы потратили Типа, что еще может быть? Скорее всего, ничего, да? Поэтому, может быть, он лицо не похилит А даже если похилит У меня все равно 10 урона То есть, главное, чтобы он никакое заклинание на лицо не сыграл Которое его похилит Максимум дозволяется сжать обилку Конечно, он мог в двойке раскопать там какую-нибудь единичку Которую она 5 хилит, например А, ну или так тоже, да Так тоже неприятно Короче, надо ждать, пока он зафейлит И не похилит лицо Вектус Ну, наверное Дачи нет Сначала Вектус Ну, херня прокнула с Вектуса, если честно Типа, это добор Лучше бы какой-то Хотя, что там лучше могло быть? Так, 2-3 Вот это неприятная генерация ресурсов Нолик с Сайленсом Ой-ой-ой-ой-ой-ой 2 таун-то неприятно Плюс еще и хил Еще какой-то ресурс Ну, короче Каточка-то затянется Хорошо, что я тогда в лицо пошел А не трейдился У него было бы еще больше ХП Может, что-нибудь с единички там найду Адекватное А, изгои-тройка Ну, в доборе там, скорее всего Ничего суперполезного уже тоже не будет Поэтому я попробую Попробую как-то так 2-3, конечно, тоже хочется забрать Как ни крути В лицо уже чисто олынить нет смысла Поэтому затрейдим Какой-то стол остается И ладно Ну, типа, более-менее Восемь Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди Дэй Ну, в принципе, у меня будет, наверное, летал Если он сейчас стол не заберет Я нормально смогу сходить в лицо Но если у него еще одна Эта самая ОЕшка Азерелловская Да, то, конечно, будет неприятно А, из-эрка Ну ладно, ну вернет он мне что-то обратно в руку Хотя что-то возвращать непонятно 3-2 кабана или 4-1 Чтоб лишний урон не залетел Ну кабан, да, самый такой безобидный И урона много, и это самое Ну доберем то, что есть То, что там осталось Я не знаю, что на самом деле делать Наверное, просто пойду в лицо Ну потому что, а что мне? Наша цель добить его до 10 хп И на этом, в принципе, игра-то и закончится Ну вот, теперь у него 7 хп Просто я не знаю, опять же Энзот, если бы я его играл Влез бы туда демон Потому что я хренову тучу всего убивал И непонятно Можно было попробовать там какой-нибудь 1-2 затрейдить 1-1 тоже отдать В принципе, в 4-12 Ну мне, кстати, наверное, места хватило бы все-таки на столе Ну, кстати, да, наверное, хватило бы Ну окей, он сейчас отдает ауешку Плюс ему еще нужно что-то с 3-1 сделать Но у него 7 хп Я думаю, что он вообще нисколько не подозревает, что у меня есть Энзот И он даже не нажал обилку То есть, ну это гг Ну вот такая, ребята, колода Неожиданные сетапы летала В принципе, прикольно Советую попробовать Не сказать, что что-то такое прям вау Но неожиданно и приятно Как говорится Все, ребята, подписывайтесь на канал Ставьте лайк Всем удачи Всем пока-пока Вот такая дечка у нас получилась Бай Поддержи канал, оформив платную спонсорку Поддержишь меня И получишь крутые смайлики И уникальный значок Всего лишь за 100 рублей Ну там и подороже есть Ну ты понял Тем самым ты получишь мою благодарочку И попадешь в список спонсоров В одном из следующих видео Спасибо, что смотришь И поддерживаешь меня Субтитры сделал DimaTorzok